Новый храм будет построен для уже существующего в Нарве приходы святых Кирилла и Мефодия, который действует в городе с 1993 года. Тогда иерей Владислав Кумыш, ныне иеромонах Нестор, основал небольшую домовую церковь для нужд недавно созданной им же Нарвской православной гуманитарной школы. Со временем школа переехала в новое здание. Домовая церковь же осталась в помещениях общежития Нарвской высшей школы, впоследствии ставшей колледжем Тартусского университета и сделалась самостоятельным приходом, весьма популярным среди многих православных христиан города. Имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, получит и новая церковь, строительство которой уже полным ходом ведется в Нарве на улице Мейза. Закладка краеугольного камня стала заметным событием для города. Сотни норвитян приняли участие в крестном ходе, прошествовавшем от двух действующих православных храмов к месту возведения нового. Община в честь Кирилла и Мефодия, учителей славянских, организовалась довольно-таки давно уже, 20 лет назад. Община находилась в колледже Тартусского университета в филиале. Поэтому община разрасталась и увеличивалась, и возникла необходимость построения нового храма. Поэтому община с моего благословения, а тогда еще и с благословением митрополита Корнили, обратилась к городским властям о выделении участка по строительству нового храма. Городские власти пошли навстречу, и в конце мы получили вот этот вот очень хороший, я считаю, что участок, где будет красоваться, по-моему, очень красивый храм, храм-памятник в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Как отметил в своем архипастерском слове епископ Лазарь, причина создания храмов земных лежит в грехопадении и помрачении падшего человеческого естества. В них оно находит себе врачевание, обновление, воссоздание и восстановление для жизни в Царстве Небесном. И потому он всеми силами поддержал стремление общины иметь свой храм. Для города же это строительство означает нечто большее, чем просто появление нового религиозного сооружения. В Нарве в последние годы заметен экономический подъем, появляются все новые промышленные предприятия, дающие работу горожанам, а местные власти ведут активную работу по приведению в порядок социальной инфраструктуры. И сотрудничество с православной церковью является еще одним шагом на пути развития города. Переоценить значимость строительства нового храма для развития духовной сферы, духовной жизни города также невозможно. И вот для того, чтобы город развивался гармонично, для того, чтобы все сферы развивались и город становился от этого удобнее, аттрактивнее, комфортнее, конечно же, должны развиваться и экономика, и забота о населении, и строительство новых храмов, для того, чтобы духовная сфера не отставала от всех остальных. Я знаю о его планах, он не остановится на этом храме, у него планы далеко идущие, и возможно в городе будут появляться новые красивые религиозные сооружения. По предварительным расчетам новый храм должен появиться в Нарве уже через 5-7 лет, однако конечный срок во многом будет зависеть от поступающих пожертвований, потому говорить о точных сроках начала и окончания строительства пока не приходится. Собираемые средства необходимы не только на непосредственное строительство церкви, но и на создание на территории храма новой библиотеки православной тематики. Важным этапом строительства станет также последующее благоустройство территории храмового комплекса. Примечательно, что свой вклад в эту деятельность сделали мотоциклисты-байкеры, ежегодный слет которых в Нарвском замке стал одним из новейших городских символов. Летом позапрошлого года байкеры высадили на территории храмового комплекса дубовую аллею, причем все деревца прижились, что считается весьма добрым знаком. Субтитры создавал DimaTorzok